Добрый день, уважаемые друзья, подписчики и все зрители, которые любят смотреть видео про пчел и получать различную полезную информацию. Я опять подобрал интересные статьи из журналов. Хочу вам зачитать, 1963 год, журналы пчеловодства. На каждой пасеке имеются добрые пчелы и злые пчелы. Ну, бывает такое, знаете, друзья. Ну, злых, конечно, меньше бывает, но бывают и такие, что к семье не подходи. Или человек, или живот найдет, то они обязательно пытаются ужалить. Пчеловод пытается избавиться от таких пчел, заменить матку, спрашивают, вопросы задают, что делать, что делать. И я нашел такую подходящую статью, и весьма интересная статья. Усмирение злых пчел будет называться это видео. А статья называется «Пчелы и веселящий газ». Послушаем, уважаемые. Это проверенный опыт, написано в старинных журналах и еще самых старинных. А потом в 1963 году напечатали из тех журналов. В одном из старинных пчеловодных журналов 1903 год рекомендуется для соединения двух семей применить аммиачную селитру. Ну, я думаю, вы все знаете, что такое аммиачная селитра для удобрения и используется, и при Советском Союзе ее очень сильно использовали. И сейчас она, возможно, есть во всех магазинах. Для этого вечером, когда пчелу в сборе, кладут в дымарь на угли одну-две щепотки этой селитры. И через литок окуривают пчел. Они как бы пьянеют и хорошо соединяются. У меня есть одна очень злобливая семья, и если у нее взять рамку с медом, то пчелы дня два-три жалят людей, живуя на окраине города Омска, из-за чего бывают скандалы. В 1962 году я два раза применил этот способ усмирения пчел, и результат получался отличный. Я спокойно брал рамки, и ни одна пчела не взлетела. А с утра пчелы нормально работали и никого не жарили. Но не вредно ли такое окуривание для пчел? Редакция обратилась с этим письмом к научному сотруднику Украинского института зоологии Левченко. Вот что он сообщил. При нагревании аммиачной селитре образуется закись азота, известная под названием веселящего газа. Этот газ действует на пчел наркотически. Я слышал за этот газ, который использовали, рассказывал еще Кашковский, что при научных исследованиях они использовали этот газ, на пчелах работает. Так что послушаем, что дальше. Наркоз или усыпление временное, подавление активной деятельности живого организма. Наркотические вещества действуют в первую очередь на центральную нервную систему. Под влиянием наркотиков исчезают сначала искусственные условные рефлексы, а затем естественные. Однако действие их обратимо. Функции организма восстанавливаются после прекращения действия наркотика. В отличие от других наркотических веществ, веселящий газ вызывает глубокий наркоз без вредных последствий для организма. Доступность приобретения соли и простота получения газа с сжиганием в дымаре сделали аммиачную селитру распространенным средством для усыпления пчел. Под действием веселящего газа наркоз наступал быстро и также быстро после прекращения действия наркотика возвращалось в нормальное состояние пчел. Причем наркоз наступал без стадии возбуждения. То есть пчелы моментально отключались, не возбуждались, не вылетали. Большинство исследователей, и тут описывается, Ачкурин, Лещенко, эти исследователи были в 1888 году. И опять, 1888 год, это другой исследователь Петровский, в 1890 году дали высокую оценку эффективности аммиачной селитры. Другие же исследователи, которые были попозже, два человека тут, они пришли к противоположному выводу, в связи с чем применение этой соли для наркоза приостановилось. То есть можете проверить, большинство написано дали положительную, а меньшинство дали отрицательную. Вот такой результат. Естественно, этот человек употреблял, и все нормально у него было, пчелы прекратили злиться, и можно было с ними работать, можно было мед отобрать. Итак, друзья, еще одна статейка. Пчелы на комбайне. Было это 20 июля 1962 года в полдень. Погода стояла жаркая, дул слабый ветерок. К моему комбайну подъехал шофер на грузовой машине и сказал, что работу соседнего комбайна остановили пчелы. Не теряя времени, я сел на мотоцикл и забежал домой за Раевне и быстро к комбайну. На это ушло примерно 30-35 минут. Когда я примчался на место происшествия, то увидел, что комбайнеры, его помощники, два молодых парня, стояли на некотором расстоянии от комбайна. А на соломокомпнителе очень спокойно сидел Рой. Я без особого труда собрал Рой в Раевню, и комбайн ушел подбирать волки. Вот как это было. Комбайн шел по полю, и вдруг в пыли над комбайном появилось много пчел. Они начали кружиться возле работающих накопнителей. Рабочие подали сигнал комбайнеру. Комбайн остановился, а пчелы окружили весь агрегат. Комбайнер тоже немедленно эвакуировался. Когда Рой уселся, они не стали его трогать, зная, что если пчелу растревожить, они работать не дадут вообще. В это время я и подъехал. Рой я посадил улей, меда на зиму он не заготовил, потому что взяток в том году у нас был слабый. Но я пополнил его запасы за счет других семей. И думаю, что в этом сезоне себя он покажет. Вот такая вот информация была, друзья. Еще интересные вопросы и ответы. Немного, стараюсь понемногу, чтобы не загружать вас при просмотре видео. Вопрос такого порядка. Перед тем, как перетапливать старые соты, я извлек из них около 5 килограммов перги, которую высушил на воздухе и храню к весне. Как лучше ее скормить пчелам? Город Находка. Ответ. Надо было бы вам осенью после высушивания в воздухе прибавить к перге равное количество меда, не засахаренного, жидкого и тщательно размешать. Смешанная с медом перга лучше сохраняется. Медово-перговую смесь надо хранить до весны в стеклянных банках и деревянной посуде при температуре не ниже нуля и не выше 12 градусов. Если вы не смешали пергу с медом осенью, то это надо сделать теперь, за несколько дней до раздачи корма, чтобы перга размякла. За неимением меда разбавить пергу можно сахарным сиропом. Перед раздачей улей медово-перговую смесь разбавляют водой до густоты сметаны. К смеси, состоящей из 50% сухой перги и 50% меда, добавляют на каждые 200 граммов полстакана воды, которые предварительно растворяют 2 грамма поваренной соли. По 200-300 граммов медово-перговой смеси намазывают на соты с пустыми ячейками вблизи расплода. Вот такой вот полезный совет надо взять во внимание, потому что весной пчел не хватает витаминов и поэтому они очень медленно развиваются. Медленное развитие весной приводит к тому, что семья или заболевают, или приносят мало меда. И то, и другое нам не нравится пчеловодам. Поэтому возьмите на вооружение вот такой вот совет. Вопрос. В нуклеусе с августа по октябрь не было расплода. Для усиления нуклеуса я трижды поставлял соты с открытым расплодом от других семей. Но каждый раз пчелы уничтожали расплод и не выкормили ни одной личинки. Почему пчелы не кормили подставляемый им расплод? Ответ. По-видимому, в нуклеусе были слишком старые пчелы, которые утратили способность выкармливать расплод. У старых пчел иногда восстанавливается способность к выкармке расплода. И вновь развиваются железы, вырабатывающие молочко. Но этот процесс восстановления идет сравнительно медленно. Вы же дали в нуклеус сразу большое количество личинок, которых пчелы вскормить не могли. Надо было бы вам сначала дать в нуклеус одну-две рамки со зрелым печатным расплодом на выходе. А затем через неделю дать сот с открытым расплодом. Тогда нуклеус мог бы выкормить личинок и усилиться к зиме. Да, такие случаи бывают. Люди не понимают пчелиных законов. Ответ правильный. Только молодые пчелы хорошо выкармливают старые пчелы. А естественно, если они выкормят этот расплод, то они понимают, что семья погибнет и расплод не выйдет. Как говорится, обогревать некому будет. Они его могут и выкормить, но могут и не выкормить. Поэтому они не могли его выкормить. Они наперед знают, что если начнут кормить, они раньше времени погибнут. И расплод погибнет, и семья погибнет. То для них это не годится. Вопрос. Можно ли заделывать щели в улье пластилином, который употребляют для лепки разных фигур школьниками? Ответ. Можно, только это дорого. Дешевле изготовить обычную замазку и ею зашпаклевать щели. Вопрос. Нужно ли иметь второй литок в верхнем корпусе в летний жаркий период? Ответ. При постановке второго корпуса литок в нем не нужен. Гнездо семьи при этом расширяется по высоте вдвое. И поэтому надо больше заботиться о сохранении в нем тепла, чем об усилении его вентиляции. Когда же семья усилится настолько, что заполнит оба корпуса, то в жаркое время можно открыть второй литок в нижнем корпусе, а также усилить вентиляцию, создав сквозную щель сверху рамок у задней стенки. Пчелы охотно складывают мед, наиболее удаленный от литка части гнезда. Чтобы не мешать складыванию меда во втором корпусе, делать в нем специальный литок не следует. То есть, чем больше оно закрыто и воров меньше, то они туда складывают про запас. Читаем дальше. Такой был вот ответ. Вопрос. Сколько времени допустимо держать печатный маточник вне гнезда пчел? Ну, часто люди подставляют маточники, вырезают, складывают. И там захотелось чаю попить или еще, и могут его оставить на длительный период. А потом подставляют, говорят, пчелы не приняли. Так вот, надо знать этот закон пчелины. Ответ. Куколка в запечатанном маточнике может нормально развиваться вне уля при условии помещения маточников термостат с температурой 34-35 градусов и влажностью 60-85%. Держать же маточники при более низкой температуре можно лишь не более часа. То есть, когда вы работаете на пасеке, захотели вытащить маточник, то вы его не вытаскиваете сразу, а поставьте его на верхний корпус, чтобы вам не разбирать все гнездо, эту рамочку поставьте на верхний корпус с маточниками. И когда вам он понадобится, вы нашли семью, которую вам надо поставить маточник. Пропала матка или еще что-то, или сформировали нуклеус, тогда спокойно открываете эту семью, вырезаете маточник и ставите в ту семью, которую вам надо. То есть, чтобы не застудить маточник. Ну и еще, те, кто занимается более длительным выращиванием маток в большом количестве, у них должен быть вот такой термостат. Или по-русски, чтобы всем понятно, куриные яйца, утины и все остальные 36 градусов. Человеческое тело, температура, температура человеческого тела. Вот. И влажность точно такая практически там в этих инкубаторах. Так что и такие инкубаторы тоже годятся, если вы будете использовать в большом количестве много выводов, много у вас маточников. И вы можете заранее их выставить, поставить туда, и они там спокойно будут сохранены. Вопрос. Когда надо ставить магазин на улья в условиях Ивановской области? Город Иваново. Ответ. Обычно магазин ставят на улья в теплое время, как только семья полностью замерзет 12-рамочный корпус. В жаркую погоду магазин служит для охлаждения меда, а с наступлением взятка для складывания меда. Чтобы ускорить переход пчел в магазин, надо поднять в него одну-две рамки с расплодом. Утепление, которое было сверху у низа, надо перенести на верх магазинных рамок. Вопрос. Я читал, что передовые пчеловоды ежегодно выбраковывают малопродуктивные семьи. Я тоже хочу выбраковать 5 малопродуктивных семей, слабых, больных и так далее. Но не знаю, как это сделать. Прошу дать мне совет. Ответ. Чтобы выбраковать 5 малопродуктивных семей, необходимо прежде сформировать 5 новых семей от наиболее продуктивных на пасеке. Формируют их либо в виде отводков, либо делением семей пополам, либо из естественных райов. Новые семьи должны быть достаточно сильными, чтобы они смогли хорошо использовать взяток. Остающие семьи выбраковывают период перед началом главного взятка. Таким образом, пчелы выбракованные семей используются на взятки. К осени на пасеке останется тоже количество пчельных семей. Но повысится их качество. Вместо 5 плохих будет 5 новых, сформированных от лучших семей. Ответ некачественный, скажу я вам. Почему некачественный ответ? Ответ некачественный лишь потому, что они не сказали, что же делать с теми семей, которые выбраковывают. Выбраковывают. Как их выбраковывать? Вот он задал. Я хочу выбраковать, но я не знаю как. Вот. Ответ не тот. Ответ как сделать новое. И можно выбраковать, но не даден ответ. Поэтому я вам скажу как выбраковать. Выбраковать можно по-разному. Можно матку поставить в клеточку, и эта семья износится на приносе меда. Вот. Можно эту семью подсоединить к той семье, от которой вы взяли на... Ну как говорится, сделали отводок. Или поделили пополам. То есть, эту семью можно разбросать под тем семям, где осталась у вас матка, старая, многолетная пчелы. Вот. Хорошая семья, от которой вы отделили. Вот. Туда можно подставить эту семью. А она быстро соединяется потом... Ну как соединяется? Можно мятными каплями. Ну разными вариантами, чтобы был один запах только. Вот. Это уже другой вопрос. То есть, есть несколько вариантов. Вот. Один из вариантов вы можете использовать. Если боитесь соединять, оставьте семью, но матку посадите в клеточку. Она все равно сеять не будет. Оставшиеся пчелы будут работать. Все летные будут. И все будут приносить мед хорошо. В крайнем случае, подсоединить к другой семье. Итак, вот такие вот короткие вопросы. Еще небольшой, так сказать, медонос. Очень хороший медонос. Этот медонос растет при засухе и дает хорошие взятки. При влажности он может не дать взяток. Но он очень... Это старший научный сотрудник майскопского порно-пунта пчеловодства. Амизубная, как медоносная культура, была впервые изучена в 1959 году. И это растение однолетнее, с прямостоящими борозь-ветвистыми стеблями. Высота его достигает до метра. Цветки белые, нектарные, открытые. Вегетационный период продолжается около 200 дней. Вы слышите? 200 дней это весьма хорошо. Очень ценно, что цветение амми приходится на время, когда другие медоносы, взятка пчелами почти не даются. И заканчивается с наступлением заморозков. Слышите? До поздней осени. Благодаря длительному цветению, обильному нектаровыделению и также большому количеству растений на плантации, амизубная дает пчелам много меда. На одном растении в среднем развивается около 4000 цветков. Каждый из них живет около недели. Отдельный цветок. А нектар выделяют 3-4 дня. Один цветок. При сильных восточных суховеях нектаровыделение увеличивается. Обычно при дожде нектаровыделение выделяется. А на этом растении при сильной жаре, когда не устройство, наоборот, нектар увеличится. В период сильных суховеев, когда в 59 году, когда подсолнечник почти завял с амизубной, семи пчел приносили по 5-6 кг меда в день. Поэтому это весьма такое интересное растение. Желательно его тоже подсевать на своей прапорте и везде. Если погода хорошая, дает подсолнечник. Если погода плохая, будет давать это. Вы всегда будете с медом. В 1962 году Ами начала цвести в первой декаде июля. Ее посещали преимущественно муки и бабочки. Во второй декаде наступила знойная засушливая погода. Температура воздуха в тени достигала 37 градусов. И Ами сразу стало хорошо посещаться пчелами. С 13 по 18 июля при вес контрольной улице составил 17 кг. Выделение нектара продолжалось до сентября. Итак, друзья, обратите внимание на это растение. И постарайтесь приобрести семена. Я думаю, что их можно достать. И вы будете успешны. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Жду ваших комментариев. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok